Вадим Ништук сегодня попросту, без фрака и бабочки. Это на 30 марта, когда в городском театре состоится самый настоящий весенний бал. Он отутюжил свой парадно-выходной костюм. Только туфли на заказ обошли с танцоров в 5000 рублей. Вся экипировка стоит десятки тысяч. Возможно, когда-нибудь его коллекция костюмов для латиноамериканских и западноевропейских танцев достанется по наследству сыну Петя. На паркет они ходят семьей. Для меня это интерес, для меня это увлечение, для меня это хобби. Бал – это своего рода реконструкция балов 19 века с тем же дресс-кодом, с теми же традициями, с теми же танцами. Балы проводятся в городском театре с 2014 года. Зимой в январе приурочены к новогодним праздникам и весенний будет в конце марта. Польки, мазурки, подыграсы, полонезы – все делается в традиции балов того времени. Дресс-код для прекрасных дам и галантных кавалеров – удовольствие не из дешевых. Но это того стоит. Такие зрелищные танцы редко где увидишь, говорят Ира и Жора. Так дружески называют двух танцоров самой старшей возрастной категории – синьора. Ира – инженер железных дорог. Жора – каменотес. Ему 66. И на паркет с работы он не идет, а летит. Выпрямляется. Ну, сразу становится. Как уставший не приходишь, музыку услышал. И все налаживается. Слово «вальс» от немецкого слова «вальцер» кружится в танце. Это самый популярный танец Европы 18-19 веков. В Анапе века 21-го он не менее популярен. Сегодня Шопен, Лист, Чайковский, Глинка, сами того не подозревая, вальсируют тут, в зале торжеств городского театра. А также на других крупных площадках города, передавая любовь к классическому танцу уже другому поколению. Анна Жукова, Михаил Григорьев. Анапрегион.